Совсем немного времени осталось до самого важного и великого праздника для нашей страны – Дня Победы. Почти в каждой семье есть свои герои – участники Великой Отечественной войны, друженики тыла, дети войны. Мы поздравляем их с праздником, дарим цветы, сувениры, открытку. И такую открытку сегодня я предлагаю с вами сделать. Вот такую открытку с объемной звездой, звездой героя. Нам понадобится голубой картон – основа для открытки, желтая и красная бумага, двусторонняя офисная, карандаш, линейка, клей, ножницы, двусторонний объемный скотч. Итак, приступаем. Складываем пополам картон или бумагу для скрапбукинга. Ровненько складываем и оставляем в сторонке. Берем красную бумагу. Нам понадобится квадрат 10 на 10 сантиметров. Вот так. И начинаем формировать звездочку. Складываем вверх пополам. Затем верхний правый угол делаем треугольничек. Складываем вниз. Нам нужно определить серединку. Раскрываем. И нижний правый угол делаем вверх. Чтобы у нас получился квадрат. И мы определяем серединку. Вот здесь у нас серединка. С левой стороны левый уголок нижний. Сгибаем к середине. Вот так. И складываем. Затем с правой стороны уголок. Поворачиваем его в левую сторону. Делаем уголком. Получается у нас вот так. Затем с правой стороны берем уголок и поднимаем его. Складываем его к левой стороне, к середине. И получается у нас вот такой шаблончик. Вот такая деталь. Выворачиваем правый уголок внутрь. Снаружи. Вот так вот. Получается у нас вот такая деталь. Отрезаем. Отрезаем вот так и формируем звездочку. Откладываем эту красную деталь пока в сторонку. И делаем то же самое с желтым квадратом. Берем также 10 сантиметров квадратик. И так же делаем. Поднимаем к серединку. Так. Вниз. Чтобы у нас было все ровненько. Вот так. Так же мы делаем к середине левый угол. Поворачиваем его влево, уголок. Вот так. Делаем еще. Поворачиваем уголок к середине. И вот так вот вращаем. Теперь вот измеряем, чтобы у нас желтая звездочка была меньше красной. Мы где-то на полсантиметра сделаем его поменьше. Ну вот так где-то. Причем здесь. И вот здесь. У нас получится звездочка меньшего размера. Мы все делали. Разворачиваем ее. И формируем из них звездочки. Смотрите. Вот так. Длинные концы мы поднимаем вверх. Вот так. А короткие вниз. Чтобы получить объемную звездочку. И так же делаем красную. Вот получились у нас две звездочки. Мы их приклеиваем. Желтую к красной. Балки. Такая звездочка у нас получается. Затем мы вырезаем вот такую деталь. Два с половиной у нас получается. Двойную. На четыре с половиной. Вот двойная такая деталь. К ней мы приклеиваем вот такую еще деталь. Для медали серединку. Смотрите. Вот овальную такую. Закругляем и приклеиваем. Посерединке. Так. Приклеиваем еще детали вместе. Присываем еще две полосочки. Вот сантиметр. И 6 сантиметров. И приклеиваем также к планочке. Это у нас планка медали будет. Чтобы она вот здесь выступала. Ровненько приклеиваем. Вот так. И вторую вниз. Затем мы берем вот так вот основу открытки. Приклеиваем вот на двусторонний скотч. На объемный скотч планочку. Приклеиваем звездочку. Приклеиваем звездочку. Сверсточку приклеиваем сюда. Вот так вот. Получается и у меня есть еще вот такая деталь 9 мая. Мы ее также приклеим. Можно использовать георгиевскую ленточку. Если у кого-то нет такой детали, можно вырезать 9 мая из бумаги, из картона. Использовать георгиевскую ленточку. Вот в таком георгиевскую ленту. Наша открытка готова. Желаю творческих успехов. Спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!